Привет, друзья! Сегодня еще чуток поговорим об электрических лампочках, которые сделаны на светодиодах. Все тут лампочки на 11 Вт, несмотря на то, что светодиоды в них разные. Но об этом я рассказывал уже много раз, что будет изюминкой сегодняшнего разговора. А я вам покажу блок питания и устройство очень дорогой светодиодной лампы, которая тоже пришла в негодность. Я специально сходил на помойку, достал ее, разобрал специально, чтобы показать вам. Ну, как вы думаете, которая из них самая дорогая? Вот я рукой махнул и как раз на нее показал. Сейчас догадаетесь. Ну, кто догадался, ткните пальцем в экран. В общем, уберем эту лампочку назад. Во всех этих лампочках есть чип зла, который приводит к выходу их из строя. Это те самые либо микросхемы, либо просто линейные стабилизаторы тока. Они перегреваются и лампочки все равно перегорают. Иногда, конечно, перегорают и светодиодики. Иногда светодиодики перегорают из-за того, что этот стабилизатор линейный выходит из строя. Радиатором у всех этих лампочек, независимо от начинки, служит вот этот вот алюминиевый кусок, ну или корпус алюминиевый, в который, собственно говоря, лампочка и вставлена. Она должна быть вставлена очень плотно, чтобы прикасаться краями вот этой алюминиевой железяки к вот этой алюминиевой железяке. Тут все просто. Просто, банально, мы к этому привыкли. Это дешевые подделки. Ну, не подделки, они промышленностью выпускаются, стоят достаточно большие деньги и перегорают одинаково, что и дорогие лампочки. А вот это вот та самая дорогая лампочка. Я даже марку ее покажу, потому как рекламировать бесполезно то, что перегорела, не отслужив свой срок, и сломалась. Вот, да. Вот это дорогая лампочка. Чем же она отличается конструктивно от вот этих лампочек? А давайте вот внешне посмотрим. Вот это вот та самая алюминиевая плата торчит здесь нам. Глаза мозолит. Вот она вот такая, которая контактирует там с алюминиевой вот этой штукой. Вот одна плата, на ней две микросхемы, одна из которых мост, другая это стабилизатор. Там еще резисторы есть. Все это стабилизирует ток на вот этих светодиодиках, которые прекрасно не горят, потому что стабилизатор прекрасно не работает. В этой же лампочке отдельно радиатор, отдельно плата и отдельно блок питания. То есть, все по-хитрому, даже корпус отличается. Давайте вытащим все это. Вот это вот кусок такого же алюминия, только он отдельно собран. Он собран из двух половин. Вот посмотрите. Вот они, две половинки. Они все в пасте. Я тут перепачкаюсь, конечно, пока буду рассказывать. Вот такие две радиаторные половинки, на которые с помощью болтов через вот эти вот отверстия, тут вот есть технологические отверстия, вот тут вот болтами привинчивалась вот эта плата, на которой разместились светодиоды, один из которых прекрасно сгорел. Вне зависимости от того, был у него самый дешевенький блок питания на основе линейного вот этого стабилизатора тока, либо вот такой импульсный, который хвалят. Смотрите, сколько в нем электролитических конденсаторов. И стоит тут даже вот такой вот мощняцкий дроссель хороший, который накачивает энергией вот эти вот, где они, вот эти вот светодиодики. Ну, просто прелесть, по идее, должна была быть, но все это не спасло отца русской демократии, и эта вот сложнейшая схемно-микросхемная стабилизирующая и пульсирующая система все-таки спалила вот этот светодиодик, и лампочка вышла из строя. Ну, что я хочу сказать. Еще обратите внимание, как корпус исполнен. В нем вот такая вот специальная труба, чтобы в нее помещался как раз вот этот вот блок питания. Кроме того, что здесь вот этот вот блок питания, вот в этих пазах там располагается, эта лампочка еще гадит в радиоэфир. В принципе, я к импульсным блокам питания отношусь вполне хорошо, так должно быть, они вроде как более стабильные, более надежные, но факт есть факт. Вот это вот исполнение этой вот дорогой лампы оказалось, ну, не столь супер-пупер надежным, и лампочка взяла и приказала долго жить. Я попробую заменить вот этот светодиодик, и мы посмотрим, насколько импульсный блок питания, а они отличаются большей живучестью, чем вот такие линейные стабилизаторы, потянет вот эту вновь обращенную или починенную мною матрицу. Ну, об этом уже будет отдельный рассказ, просто вот пока что я вам покажу крутой, сложный блок, который все нахваливают, там, в Осрамах или в Филипсах. Да, в Филипсе, между прочим, практически такой же, только более компактный. Я о нем как-то рассказывал, лампочка Филипс пока еще жива. А вот эта лампочка приказала долго жить, по банальной причине перегоревшего светодиода. И хотя здесь вот этих элементов, которые могут сгореть, гораздо меньше, вот, все-таки в этих я бы отказался от линейного стабилизатора, да и вообще не делал бы такой сложной схемы. Все можно сделать гораздо проще, ведь лампочка это все-таки ширпотреб, а не такой уж навороченный гаджет, как сотовый телефон или плазменный телевизор. Ну, а на этом все, ребята, пока. Устройство самой дорогой светодиодной лампочки я вам показал. Ну, говоря, самый дорогой из тех, что попались мне в руки. Пока, ребята.